приветствую вас на своем канале пламя ребята спрашивали как делать конус ну или дымосборник показываю как это все делается прежде чем собирать надо напилить вот так кирпичи то есть срезаем фаски по три сантиметра где-то около 40 от 40 до 60 штук надо вот таких кирпичей приготовить это все для того чтобы выровнять высоту в разные стенки на разной высоте чтобы привести к одной плоскости сейчас залезем посмотрим так вот разная высота у меня перемычка вышла выше вот этого ряда здесь у меня освещение сделано значит ставим этот кирпич здесь у меня базальт ну или калиновая вот обязательно отделяем облицовку от огнеупорного кирпича и чтобы выровнять в одну плоскость и стены нет пришлось вот так вырезать видите да вот все теперь в одной плоскости перед три стенки поднимаю зуб у меня уже с вами дулан поднимаю до сечения дымохода правую стенку левую стенку и передняя передняя стенка будет опираться у меня на правую стенку то есть здесь мне надо больше спилить и вот этот наклон чтобы опирался на вот эту сторону так постепенно подгоняем подгоняем мы выходим гладкими стенами конуса насечения дымохода вот принципе и вся технология но буду время от времени показывать вам что у меня получается принципе ничего сложного как говорится ну главное чтоб руки росли откуда надо тогда все получится но если не растут откуда надо это на это просто вам понадобится чуть больше времени вот и все разложили на сухую без раствора чтобы прикинуть посмотреть как все у меня будет выглядеть ведь и гладкий склон получается и вот можно по рядам посчитать уже сколько мне надо будет напилить вот таких кирпичей вышел на середину конуса вы видите что ничего сложного особо нету в плане расчетов тому просто фаски спиливаете на кирпичах паска я имею до это вот три сантиметра вот так спиливаете с каждого кирпича и устанавливаете самым у вас повторяется конус и тем самым у вас повторяется наклонная плоскость второго зуба все соединяется и подходит к сечению дымохода 35 сантиметров у меня вот здесь вот про пролет то есть дым свободно поднимается вверх и заходит в трубу запомните труба не затягивает дым из мангала а именно горячий воздух поднимает дым и заталкивает его в трубу здесь 65 и с каждым рядом я все мне ближе и ближе к дымоходу дымоход у меня будет 40 сантиметров я еще не определил 27 на 40 или 40 на 40 как подойду так буду уже определяться здесь очень сильный ветер дует со стороны гор сквозняки очень большие закрываться здесь стеклица практически ничего не будет большие пространства поэтому я принимаю решение здесь увеличить течение дымохода чтобы дым свободно выходил беспрепятственно и еще вам покажу маленький секрет это секрет используя своих наработках да я изучаю технологию систему аэродинамики вообще как ведет себя поток вы наверно слышали уже ламинарный поток турбулентный поток для чего второй зуб вообще первый зуб второй зуб что такое эффект куанда эти все моменты печники каменщики мангальщики должны знать так вот я вам показывал здесь у меня выход вот печи под казан здесь тоже все конструкция должна быть аэродинамичной весь лишний раствор все надо убирать чтобы весь канал был сглаженный дым беспрепятственно выходил значит смотрите здесь у меня выход вот труба из нержавейки здесь я все подгоняю потом я еще буду мокрой тряпкой все это заглаживать весь раствор чтобы ничего лишнего не торчало и ребята самое интересное это вот вот такое закругление в кирпичах это специальное дело чтобы усилить эффект куанда то есть что в этом месте происходит когда он так стоит он я не просто ровно фаску спилил а видите закруглил то есть это закругление ускоряет поток то есть в этом месте вот увидел меня трубу он не перекрывает этот кирпич сечение трубы он как раз вот это место соединяется с вот этим местом на трубе и вот это закругление беспрепятственно даже еще и с ускорением будет вылетать здесь дым вот это я вот потом срежу чтобы следующий ряд становился уже вот так будет перекрываться 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 до самой трубы ну и с этой стороны тоже огнеупорным кирпичом все заложу чтобы избежать выхода дымовых газов так что ребята построить печку это только с виду кажется что она очень простая на самом деле все очень сложно надо знать технологию ну вот я не хвастаюсь но говорю вам что мой двойной зуб очень хорошо себя зарекомендовал все вот эти моменты я изучаю систему совершенствую эту систему и многие печники начинающие пользуются этой технологией у них все получается так что ребята технология сложная но я вам ее раскрываю вы ее изучаете учитесь и дальше уже вам будет легче вы уже знаете как это делать просто внутренняя часть у вас не меняется вы только украшения наружные облицовки придумывать или как заказчик вам скажет что он хочет в общем в таком плане работаем закончил я формировать дымосборник значит получилось у меня 38 на 38 метров закладываю суда забутовочный кирпич забутовочный это вот этот когда выйду уже на облицовку буду формировать конус из облицовочного кирпича у меня огнеупорные кирпичи кончились то есть все было рассчитано до кирпича но в связи с тем что печь под казан очень гигантских размеров из-за того что плита под казан очень больших размеров пришлось увеличить сечение печи и она забрала на себя дополнительные огнеупорные кирпичи все кирпичи спиливаете никаких углов нигде не торчит так что просили как я конус собираю вот видео ответом отвечаю теперь переходим непосредственно к тест-драйв тест-драйв это обязательно вот запомните обязательно неотъемлемая часть сборки конструкции почаще себя проверяйте лишний тест-драйв не бывает сейчас в условиях такой экстремальной погоды делать вам показать что ветер здесь гуляет сквозняк очень сильный тестируем сечение дымохода ну конечно это лучше проводить в идеальных условиях но это бывает крайне редко все будет если вы переживаете что конус я только собрал раствор еще не успел высохнуть то я вас уверяют для него вот этот 5-10 минут огня вообще он даже не почувствует тест-драйв 5-10 минут можно провести не переживая не опасаясь за раствор вот вот ну вот 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 так вот я укутал дымосборник базальтовым или коалиновой ватой. В общем, жаростойким одеялом. Дымоход от печи под казан также утеплил. Еще раз хочу вам сказать, что как бы там не была сделана конструкция, то есть защищать надо конструкцию от сквозняков. Видите, пламя подворачивается. Повторяет контур зуба второго. Видите, наверх прям заворачивается. Так что вот подходит к завершению мой конус из облицовки, ну или как дымосборник. В общем, ребята, вы раскладываете на сухую, без раствора. Фасад главное, чтобы у вас все четко выходило. И потом по 6,5-6 см вы сдвигаете. Как раз с каждой стороны здесь 6 см, с той стороны 6 см. На пол кирпича уменьшается ваша конструкция. Таким образом, не будет всяких чекушек, таких вставок. С боковых сторон этого не избежать, к сожалению, потому что спереди уменьшается на другое расстояние, на 4 см. Задняя стенка у нас ровно идет. То есть вот у меня уже подходит непосредственно к сечению дымохода. Дымоход у меня будет восьмерик. Значит, восьмерик это имеется в виду 8 кирпичей. Или сечение 38 на 38 см. То есть 1,5 на 1,5 кирпича. Внутри старайтесь, чтобы у вас все было ровно. Не было выступа вот таких ступенек. Вот так, чтобы кирпич не нависал. И все. Главное, вот, и смотрите, дымоход опирается на заднюю стенку мангала. Это несущая основная нагрузка берет на себя. И на конус. Я с вами на этом прощаюсь. Всем желаю удачи, здоровья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok